Всем привет, друзья! С вами Илья Сергеевич. Ранее я рассказывал, что познакомился с колумбийцем, у которого есть знакомые фермеры. И я с ним начал общаться о том, чтобы купить у него большую партию высококачественной арабики премиум класса. Вот, я уже об этом рассказывал в прошлых видео. Что многие, конечно, очень к этому отнеслись с таким остережением, с опаской. Что, мол, это какое-то кидалово, что это точно какие-то аферисты. Ну, не знаю. По поводу этого мы, кстати, с ним тоже говорили, общались. И он то же самое слышал о Украине. Он говорит, что здесь одни аферисты. И вообще опасно иметь дело, что многие люди, ну, когда они присылают груз, не платят. Вот, поэтому Украина опасна. Он сам проживает в Швеции, говорит, там все мирно, спокойно, там никто не кидает. Ну, и вообще мы говорили с ним про Колумбию. Колумбия на самом деле тоже довольно цивилизованная страна, в которой живут довольно хорошие, законопослушные, порядочные граждане. Ну, конечно, везде имеются исключения. И у нас, и у них, наверное, все может быть. Но, смотрите, хочу сразу вас всех успокоить и заверить, что никаких денег наперед я ему давать не буду. То есть, все делается по договору, по контракту. Приезжает товар, мы получаем груз, его оцениваем, берем пробу. Если нам все подходит, нас все устраивает, мы этот товар забираем. И тогда только платим деньги. Если нас товар не устраивает, то мы возвращаем груз обратно. И получается, тот, кто его отправлял, он платит и за доставку сюда, и за доставку обратно. Не знаю, это тоже, по-моему, невыгодно. Это Иван, Иван. Hey, nice to see you. Вот сегодня к нам уже приехала коробочка. Это пробники. И сейчас мы с Иваном будем их пробовать. Yes? Yes. Oh, Иван, show for us, please, photos your... The farmers? Yes, yes, farmers. The farms? Yeah. These are the people who... Aha, aha. ...wears... ...the coffee plants. Oh, it's a certification, yeah? Yeah, we have a certification of a green business. Aha. Green businesses, like this. Aha. Mm-hmm. So, Иван, let's unpacking. Okay. It's a Russian name. Yes? Yeah, it is. My mother gave me that name. I have knife. It's, you can see, a international delivery of DHL. DHL, she sent us. Let's see. Yeah, cool. Hello, my Janus. That means planes. Ah-ha, planes. Ah-ha, planes. Like... ...smiles of planes. Ah-ha. Comambian planes. Ah-ha, palya. It's a kind of land. Ah-ha. It's like this. Aromajanos. Aromajanos. Ah-ha. So, I want to taste it. Yeah, let's do it. Yeah? Okay. So, first of all, I think we look at the beans. We have Columbia Supremo, too, in our coffee shop. Ah-ha, so, let's unpack and see the beans. Yeah? Okay. Can you? And, ah, we taste aroma... Pussy big friends. So, ah-ha, oh, look nice, look nice. And, unpack this, please. Yeah? Now we see. Oh. It's similar, but, ah, little bit different. Mm-hmm. Let's... Oh. Oh. Yeah? It's similar, but, ah, little bit different. It's a little bit... It's dark. It's more light. Так, вот мы сейчас рассматриваем, сравниваем и то, и то кофе, и вот получается здесь чуть-чуть темнее обжарка, и здесь зернышки, ну, на самом деле, красивее, красивее, потому что здесь иногда встречаются, это допускается, небольшая погрешность, вот такой вот брак, типа там, например. Вот. Здесь практически нет бракованных. Ну, в принципе, это допустимо. Одно, там, два зернышка на 100 грамм, это допустимо. Сейчас мы послушали аромат этого и этого кофе. Они отличаются. Как говорят, у нас в Одессе две большие разницы, и сейчас мы еще понюхаем аромат в смолотом виде, потому что, когда смалывается, выделяется, ну, совсем другой аромат. Он тоже отличается. Два разных. И тут видно, что они разные по цвету тоже. Этот более темный, ну, это просто обжарка более темная. Ну, сейчас мы уже попробовали, продегустировали и то, и то, и они прям мне показались разными. Ну, во-первых, наверное, потому что здесь темнее обжарка, здесь чуть-чуть светлее. Ну, здесь, наверное, более насыщенный вкус, здесь более легкий, здесь больше чувствуется кислинка, потому что вот мне сказал Иван, что здесь есть лимонник. Здесь чуть-чуть такая еле-еле-еле горчиночка есть. Так, сейчас мы еще попробовали заварить это все дело в фильтре, в воронке. Это, ну, там больше ощущается вкус. Вот. Тоже пробовали и то, и то. И у меня уже все смешалось, все вкусовые рецепторы у меня смешались, и я уже что-то слабо понимаю, короче, в чем разница. Вот. Ну, с одной стороны, опять же, они похожи, но с другой стороны, у них есть отличие большое. Но это и понятно. Так. Ну, все. Потестировали, значит, мы с Иваном кофе. Кофе оказался действительно хорошим, действительно quality, high quality качество, но тут вопрос еще стал в цене. Она, на самом деле, дороговато для нас. Для меня лично. Потому что, на самом деле, мы же конкурируем не просто там, ну, на территории Украины, а мы, по сути, на рынке находимся со всем миром. Потому что, вот, фермер, который в Колумбии выращивает кофе, ему, допустим, все равно, куда его продавать. В Украину или в Польшу или в ту же самую Швецию. Но только у нас здесь кофе, вот я говорил, эспрессо, например, может стоить там до доллара. А в той же самой Польше эспрессо уже стоит 3-4 доллара. В Швеции это может быть 4-5 долларов. То есть, уже фермер из Колумбии, ему, конечно, выгоднее продать это, ну, в какую-то в Швецию, во Францию это кофе. Потому что, ну, там у них цены на кофе дороже. Вот. И нам приходится как-то выкручиваться, брать какими-то большими партиями, выпрашивать скидки. Ну, потому что рынок кофе, он уже распространяется на весь мир. Так что, сейчас мне еще осталось взять этот пробный кофе, угостить моих коллег-профессионалов, чтобы они его тоже оценили. Потому что одного моего мнения недостаточно. Я планирую это брать в складчину еще с некоторыми людьми. Вот. И дальше мы будем еще там договариваться как-то, я не знаю о чем. Но к этому вопросу мы пока что планируем вернуться где-то уже после Нового года. Вот. По поводу именно конкретно этой фермы из Колумбии. Еще, кстати, такой, ну, прикол я узнал. Говорю, а как у вас там зима в Колумбии? Он говорит, у нас нет зимы. Я такой, ну, в плане, там же есть осень, зима, лето. Он говорит, у нас нет сезонов вообще. У них вот целый год он просто идет стабильно ровным. У них нет сезонов. Для меня это было открытием таким. Вот. Показывал еще. А, ну, у них бывает два раза в год сезоны дождей по два месяца, когда дождь валит просто дико, как из ведра. Это, конечно, такой минус. Ну, а так, весь год все время стабильно одна пара года. Показывал много фотографий, показывал сертификаты на свое кофе. В общем, вот так. На этом буду с вами прощаться. Наш кофе, я напоминаю, можно заказать на сайте. Ссылку на него я оставляю в описании под этим видео. Вам желаю всего самого хорошего. Желаю вам удачи, вдохновения. И до новых встреч. Пока.